О бесплатных парковочных местах у офиса, похоже, можно будет забыть. Министерство финансов хочет, чтобы компании доплачивали налоги, если предоставляют своим работникам стоянку. В ведомстве считают, что даже если сотрудники паркуются у своего офиса, компания должна вычислить рыночную стоимость этого места. Так что теперь владельцам стоянок придется доплачивать в бюджет. Эксперты напоминают, что тогда придется учитывать и подоходный налог. Ведь с этой точки зрения бесплатное место на парковке – это некий подарок работодателя, а значит дополнительный заработок сотрудника. Теперь компаниям в центре Москвы придется платить больше 200 тысяч в год за каждого сотрудника. Так что не исключено, что многие просто откажутся от бесплатных стоянок. Как новую инициативу Министерства финансов восприняли водители, узнаемого у координатора общественного движения автомобилисты Москвы Леонида Антонову на прямой связи с Лайфом. Леонид, я вас приветствую. Ну вот, смотрите, какая история получается. Автомобилисты, понятно, будут недовольны. Вот парковался человек у офиса, а теперь, возможно, не будет. Но что делать владельцам офисов? Да, у них-то на их территории есть бесплатная парковка, бонус для сотрудников. А теперь придется либо очень много платить, либо все-таки, видимо, отменять это. Вообще Минфин в этом году уже неоднократно прославился попытками залезть в карман гражданам в поисках, так сказать, вот этих вот, в кавычках, наполнения бюджета. И вот этот вот очередной заход к людям, у которых, по мнению Минфина, еще остались деньги, это автомобилисты, он, в общем, конечно, может восприниматься только как негатив. Ведь, ну, по сути, вот эти вот бесплатные парковочные места, это не что иное, как льгота для особо ценных или для хороших сотрудников. Представьте себе, что мы теперь начнем платить НДС или подоходный налог со всех льгот, которые мы получаем. Что это будет? Это, в общем, ни о каком социальном государстве речь тогда не идет. Мы живем в капиталистическом государстве, причем в самом барварском капиталистическом государстве. Ну, нет, понимаете, тут есть в этом, в общем-то, доля логики. Действительно, это ведь бонус для сотрудника, здесь нужно учитывать и налоги, и так далее. Но, если водители, да, ну, то есть, если это все-таки инициатива Министерства финансов... Подождите, секундочку, секундочку. Да-да-да, если Министерство финансов все-таки примет эту инициативу, она будет воплощена в жизнь, то, опять же, получится, что очень много машин, которые некуда ставить. И так у нас в центре Москвы проблема с парковкой. Делать-то что, как вы думаете? Ну, естественно, ведь власти нам старательно... Вот, напомню, как случилось вообще ввод платных парковок в центре Москвы. Ведь нам говорили о том, что бизнесу очень невыгодно строить неуличные, ну, подземные паркинги. Вот, а тем самым, вот эта вот инициатива, она дополнительно дестимулирует строительство внеуличного парковочного пространства для того, чтобы можно было освободить улицы от припаркованных автомобилей. Ну, какой дурак будет строить подземный паркинг, которого еще потом каждый год придется платить за каждое машинное место по 200 тысяч рублей. Это, в общем, инициатива, она губительна для бизнеса, губительна вообще для транспортной инфраструктуры Москвы. То есть, тем самым окончательно будут разрушены все остатки бизнеса, которые все еще пока теплятся в центре города. Нет, ну бизнес же может отказаться от предоставления бесплатного парковочного места своим сотрудникам. Ну, а я говорю, ну тогда давайте платить и за льготный, подоходный налог за льготные проездные билеты на транспорт. В чем проблема? Это та же самая льгота, которую предоставляет работодатель. Во всем мире нет ни одной страны в мире, где бы за предоставление бесплатного парковочного места сотрудникам кто-то платил бы какие-то налоги или дополнительные поборы. Везде, наоборот, пытаются стимулировать это, чтобы машины убрать с улиц, чтобы не было огромное количество машин припаркованных на улицах, чтобы они все были припаркованы во внеуличном парковочном пространстве. В Москве такой системы нет вообще, в принципе. Ведь крупные подземные паркинги по центру города, их можно пересчитать по пальцам, ну, думаю, что на двух руках. Если посмотреть на карты европейских городов, они просто нашпигованы такими паркингами. То есть даже в исторических зданиях существует технология поднять, скажем, дом исторический от старого фундамента и построить внизу паркинг, куда бы можно было убрать автомобиль. Ведь каждая машина-место на улице, да, она позволит... Ну да, да, ваша позиция понятна. Давайте будем справедливы. В европейских городах тоже огромные проблемы с парковкой. И там тоже вставать негде. Так что это такая глобальная, скажем так, проблема. Большое спасибо. На прямой связи с Лайфом был координатор общественного движения автомобилисты Москвы Леонид Антонов. Ну, посмотрим. Может быть, Минфин все-таки еще раз посмотрит свежим взглядом на свою инициативу и либо внесет какие-то корректировки, либо, ну, может быть, посоветуется со специалистами, которые организовывают движение в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .